Я очень счастлива тем, что я могу выступать сегодня и расскажу немножко о своем опыте в референс-центре. Можно приглашить немножко свет. Организация референции лучевой диагностики пациентов с ополи и центральной нервной системой Германии. Вопрос о стандартизации проведения МРТ у детей, обучения специалистов, особенности МРТ, диагностики, наиболее часто встречающихся ополи и центральной нервной системы у детей. Есть тут такие слайды, которые, возможно, трудно видеть при свете. Есть какая-то необходимость для какого-то, для визуализации. Мы уже довольно длительное время проводим эту работу. И МРТ, изучение МРТ, исследования, во всех исследованиях, которые проводятся у нас при лечении, при изучении и при испытании новых форм лечения. Обозреваем также все, что связано с обозрением, предлагает самые идеальные способы собирать большое количество, возможно, редких случаев опухоли, а также для того, чтобы узнавать, изучать все, что связано с значениями между различными центральными диагнозами, которые ставятся. Насколько они сейчас встречаются в клинических лечениях. Вы можете также задать все эти вопросы и почему люди изучают, занимаются в этом центре, и найти то же самое количество. Примерно одна четверти разночтение между исследованиями. Это не только разночтение между решающими какими-то вопросами. В Германии у нас есть система, которая господин Гутковский откажет более подробно в следующей сессии. Это пациенты получают лечение в местных отделениях, и у нас более 100 их. Мы предлагаем некую оценку референсную, оценку по кистологии, по кистологии, по визуализации, которая в нашем институте проводится, и по радиотерапии, также планирование радиотерапии. И мы обслуживаем по этой цели 25 лет уже занимаемся. Вот это есть те цифры, которые подражают все, что касается исследований по новым формам лечения. Мы собираем эти данные уже с 2000 года, по крайней мере. Основной обзор сначала возник в связи с работой экспедиентом Гутковского. В 1991 году это исследование прошло не обязательно, однако оно было с начала в 1991 году. Во время этого испытания 362 пациента участвовали в нем, и вот здесь есть те числа, которые мы уже, например, 157 предоперативных и послеоперативных, они только исследования получали. Если мы посмотрим на соответствие с результатами, вы видите, что мы также по визуализации по экспедиентной оперативной оперативной операции, мы 157 пациентов получили такое обследование, и им необходимо было обследование, и только несколько МРТ было сделано, и затем мы проблемы выявили, которые мы принимали внимание. 27 процентов исследований было сделано только без без контраста, и вот здесь вы можете увидеть количество этих опухолей, которые мы исследовали, 14%. Слишком поздно было выявлено, более чем 72 часа. 27% столкнулись еще с какими-то техническими проблемами. Было некоторое... И в результате 23% мы не могли сказать, насколько было отстаточное там опухоли или нет. И, возможно, результатом оказалось то, что эти проблемы, подвергавшиеся оценки, и что вот в испытаниях ИД-91 количество оставшихся, остаточных опухолей не было, не было прогнозируя ЕМАК, что было, не было в других исследованиях. Это значит, что... Это не означает, что мы сделали какие-то неверные заключения. Которые на этих последних заключениях у нас более одной четверти случаев получились не достаточно значительными. Например, ошибки, которые мы допускали, более часто это не все из каналов покрывался. Более так же сегодня то, что мы называем движением артефактов, которые часто возникают из-за последовательности T1 плюс C, потому что эта последовательность проводится не в качестве последней последовательности мероприятия. Также составлялась инструкция по консенсусу для визуализации нейроразиологов с упором на преференцию последовательности T1 плюс C как первой последовательности. И мы проводили как первое последовательное мероприятие, не как последнюю. Чтобы показать вам, для показа того, что вся эта работа появляется полезной для детей, я выбрала вот этот вот график, который из публикации был взят. Роджер Пекка, который исследовал в этой публикации детей, лечил детей с риском медалопластомы, и они сделали это по-другому, сделали эту работу. Мы сняли вперед статус пациентов, а Роджер Пекка выбрал пациентов согласно местным оценкам. И эти пациенты были всем оценены на риск медалопластомы и получили лечение. После этого он посмотрел на визуализацию и на какой стандартный риск, и выявление стандартного риска у пациентов с медалопластомой. И вот эта верхняя часть, верхний график, который представляет стандартный риск, и визуализация нормальная оказалась. И у нас две кривые, которые почти одинаковые. Одна для пациентов, которые у нас есть некие страточные опухоли, а другие пациенты, два других, и визуализация для них оказалась не полностью, не совсем оценённый и очень. Вот здесь вот ещё одна кривая, которая касается пациентов, у которых особое распространение, которое не имело фактически оценки. И глядя на эндалопластому, мы должны рассечать между высоким риском и стандартным риском, потому что есть другие факторы, такие как гистология, генетические факторы, возраст. Ну, вот это состранение в спальне, в канале и в столовом канале 1,5 квадратных сантиметра нужно было оценивать радиологами. Здесь очень чёстная картина показана. Это не проблема здесь, вот что касательно канала. Эти два пациента, чтобы показать вам, что это не такой уж частый, не такой уж редкий событий, я взял два различных изображения. Вот здесь металлопластома и единственные метастазы, которые в этом углублении, что часто очень не замечается. Касательно оставшихся, остаточных опухолей, здесь графики представлены, которые выбраны нами из стадии, из исследований, европейских исследований по стандартным рискам, металлопластомы и только немецкие пациенты. Здесь были исследованы и включены результаты, и включены эти исследования. Согласно методологии, есть исследование ХИТ-91. Один из нескольких пациентов оказалось вот здесь, с оставшимся, остаточным опухолью. Здесь результат был намного меньше, хуже, для красного показано, чем для тех, у кого была остаточная опухоль. Известно уже давно, что очень короткий период имеется. Первые три дня после хирургии для определения того, имеется ли остаточная поиск гистологии. И относительно усиления, это не только усиление, когда необходимо также посмотреть на протоплотность, и также, потому что очень много случаев металлопластомы не усиливаются и не получают усиления в полном объеме. Это здесь, если у вас, вот здесь необходимо предоперативное МРТ провести, дооперационное, предоперационное. Если мы смотрим, вот это невидимое, это визуализация дооперационной, вот здесь, ну, кластом показано с усилением, и затем у нас здесь МРТ послеоперационное, на первые три дня после хирургии сделанное, и без Т1, с контрастом, без контраста, очень удобно. Видно вот здесь эти результаты, это также здесь тоже плотность, толщина показана, и на трех фотографиях, и на трех визуализациях. Здесь четко видно, что есть усиление, и ниже металлубином, а бенис здесь, внизу, он показывает остаточную опухоль, которая иногда остается после лечения. Вот у этого пациента, у него пилосистическая металлопластома, вот здесь предоперационная МРТ, здесь уровень, здесь район. После, следующая фотография, после, за 8 дней, через 8 дней после операции, ранее МРТ был сделан сразу после операции, и мы увидели здесь остаточную опухоль, и мы увидели в первый день, что есть такое остаточное явление, и мы сделали МРТ, провели, и здесь видна частка, что вот это вот усиление сразу после операции не было видно, оно было раздектировано, подвергся резерции, и если вы позже, чем 3 дня делаете МРТ, эта проблема может возникнуть. И очень было бы здорово, если бы вы могли сделать самое раннее после операционной МРТ, насколько раньше, насколько это возможно, поскольку дети находятся в седативном состоянии, поскольку многие пытаются вывести пациента в седативном состоянии и сразу же тут же, и вот это возникает проблемы, и также проблема здесь после оперативной МРТ сделать тоже проблема, потому что вы можете столкнуться с неспецифическим усилением после операционной период. Это вот пациент с пандемией, полностью увеличенный, а это МРТ сделано в день хирургии. Здесь вы видите, что несколько вот этих вот явлений на одном пациенте можно принять за остаточную, за индивидуальную опухоль. Здесь мы видим после 3 дня МРТ, но мы видим, что здесь ничего нет. Это вот просто после оперативного расширения из-за коагуляционной обработки во время хирургии, то есть это радиолог здесь не знает размеров этих коагулянтов. Этот феномен также был описан достаточно рано Краутом и его коллегами. Что касается визуализации спинного мозга, это необходимо с точки зрения менингиального распространения. И Т1, и Т2 также они как бы но тем не менее здесь нужно получить доступ ко всем частям спинномозгового канала венам или руслам распространения. Здесь МРТ, для МРТ требуется больше времени и больше артефактов. Здесь также очень хорошо показаны продольно констрастрирующие структуры, выход в спинальный канал, в спинномозговой канал. И это вот четко видно, что это вены, их легко очень идентифицировать. Этот пациент был передан и только МРТ на срезе было сделано. И мы нас интересовало, почему здесь нет осевого, совершенно необходимо осевое МРТ, осевая визуализация. Это, безусловно, не вена, это менингиальное усиление. И этот пациент лечился как пациент СМ0, хотя это не так. И вот, кроме того, здесь можно принять менингиальное усиление. Это субуральное, постоперативное усиление. это вот здесь у нас выступают структуры из спинального канала наружу, и мы видим это только на Т1 после контраста, иногда также на Т2 и на Т2. И мы не очень уверены, что это означает, но в случае, если мы не можем выявить поверхность спинного мозга, и мы не видим здесь никакого лечения, то есть, вот эти поражения таким образом пропадают, и мы почти где-то через 2 дня тире 2 недели они пропадают. В основном увеличение мы видим здесь резекция примерно в уровне возникновения 20% составляет поражений так крайне спинальных поражений. Обычно это продолжается примерно 4 недели, но через несколько дней это может пропадать. есть две возможности, то есть, здесь можно повторить МРТ после хирургии или через одну или две недели. В соответствии с кратификацией ВОЗ 2007 года у нас есть всего два гистологических десмопластическая медулобластома, которая обычно в боковой или поверхностной находится в позиции. с 2007 года у нас есть пять гистологических подклассов, которые здесь очень хорошо показаны, то есть медулобластома с большим количеством узлов с большими цистами это также маленький ребенок, что также характерно. В соответствии с гистологической классификацией 2007 года мы можем определить характеристики визуализации, а самая большая группа это классическая группа медулобластома, а только в 40% у нас полностью расширяющаяся опухоль и только 3% это в полушариях мозга находится. А самая большая вторая половинящая группа это десмопластическая медулобластома и только 28% имеет локализацию в полушариях, но это произносится тем фактом, что также у очень маленьких по возрасту детей есть также и средняя локализация и также дальше следующая очень небольшая группа и она очень характерна здесь также очень много расширяющихся опухолей и здесь от 3 до 1 года это небольшие далее идут небольшие опухоли также достаточно рано продиагностированы это где-то 27-37% по сравнению с остальными то есть здесь только что касается подкладцев гистологических здесь нет только анапластики вы наверное видели этот график довольно часто который показывает эту диаграмму где молекулярные подгруппы показаны мы сейчас должны попытаться выяснить можем ли мы найти характерные характерные изображения молекулярных подгрупп различных и здесь также можно найти большое количество опухолей в необычных позициях для медулобластом я должна признать что в начале я часто принимала этих пациентов за эпидемиумом потому что примерно 30 пациентов у нас было вот с такой локализацией недалеко от центральной части мозга здесь обычно имиджи визуализации Т1 показана обычно для диагностики они не очень хороши вот это пилоцистическая астроцитома и медулобластома показаны и пока без усиления контраста сложно понять какая из них какая справа это медулобластома но на визуализации класса Т2 можно продемонстрировать плотность клеточного клеточной ткани и пилоцистические астроцитомы они то есть сигнал на Т2 в данном случае он очень сильный в то время как на целула томи он значительно темнее изображение значительно темнее слабее сигнал что касается малозернистых опухолей здесь очень часто оптический канал является и в этой позиции на молодых маленьких детей здесь очень значительное распространение опухоли и здесь мы видим для более ранних исследованиях и сейчас лечение возможно без гистологического прояснения но мы должны быть уверены что мы имеем ввиду именно с тюмой а не с крайней фарингеомой но в будущих исследованиях клиницисты должны иметь материал и поэтому гистология биопсия или хирургия обязательно нужны но тем не менее мы осмотрели наших пациентов также после резекции киосматической клиомы и в этой группе у нас было 102 пациента и мы нашли очень большое количество инфарктных явлений после хирургии но чем больше тем мало же пациенты тем выше риск в группе через 5 лет достаточно большая частота возникновения и нет инфарктов после биопсии и я также хотел бы привлечь ваше внимание еще к одной проблеме здесь вот также пациентской астматической клиомы которые ранее послеоперативной МРТ которые вы можете здесь видеть в черепе внутри черепа это размер резидуальной опухоли которую вы можете здесь видеть видеть здесь хирургические правила это не полная резекция я хотел бы привлечь ваше внимание к подкожной подкожному жировому слою здесь вот эта вот жировая ткань она значительно увеличилась подкожная это гипоталамус и возможно здесь также произведена значительного объема хирургического вмешательства произведена также для киазматической глиомы с распространением в оптический канал и сейчас при подозрении на киазматическую глиому было у пациента здесь есть довольно большая довольно значительные изменения произошли после биопсии и здесь много рецидивов обнаружено и рецидивы возникают достаточно большой при менингиальном распространении или но вы никогда не найдете обычно с хирургической точки зрения обычно новые поражения в пациентах находятся после лечения без связи с поверхностью мозга с лептоменингиальным пространством это может быть обычно связано только с лечением с реакцией на радиацию вот но часто это является обнаруживается и вторая опухоль то есть это вот после радиотерапии и резекции медулобластомы мы видим полость после резекции и через три месяца если вы посмотрите очень внимательно мы можем увидеть что здесь есть определенная на визуализации Т2 усиление сигнала здесь и еще через три месяца мы видим дополнительное усиление больше идет сигнал Т2 и еще через три месяца он уменьшается и через три месяца это пропадает это типичная реакция на радиацию и не рецидив медулобластомы которая не диагностируется в этой ситуации теперь в конце я хочу вас привлечь ваше внимание к небольшому буклету который я написал который суммирует мой опыт на протяжении последних 25-30 лет и который описывает разницу различия диагностирования опухолей в детях также по пост различия к сожалению печатная версия не очень хорошая если вы хотите купить этот небольшой короткий буклет то я бы предпочла чтобы вы приобрели электронную книгу вот немецкая ассоциация родителей детей больных раком также поддерживает нас спасибо спасибо